Здравствуйте! В эфире новости премиусия в студии Виктория Хруцкая и сегодня в нашей программе. Членам молодежного парламента вручили удостоверение. Ребятам предстоит заниматься тематическими проектами, благотворительными акциями, привлекая к совместной работе юных жителей района. Малина является любимой ягодой для многих взрослых и малышей. Разнообразие кулинарной продукции, в основе которой лежит ягода, трудно перечислить. Информационная группа правительства Ростовской области во главе с заместителем губернатора Сергеем Бондаревым побывали в Матвеево-Курганском районе. Первый пункт визита – село Греково-Тимофеевка. Здесь в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по улице Октябрьской. «Стоимость составляет 27 миллионов, федеральный бюджет 24 миллиона, областной 2 миллиона 700, местный бюджет 27 тысяч. Процент пополнения 5%. Срок окончания 1 ноября 2020 года. 2 километра. Идет через все село». Сергей Бондарев посетил общественный парк в центре Греково-Тимофеевки, благоустроенный в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году. «Это такой глоток воздуха для сел, вот эти вот программы. А еще эти сети на бюджетирование, это вообще супер. Ну да, люди сами выбрали, люди сами одобрили». Также заместитель губернатора осмотрел многофункциональную спортивную площадку, которая откроется к началу нового учебного года, и уличные тренажеры. «Мы сделали в каждую школу вот такой набор из 10 этих самых тренажеров, для того, чтобы у детей была возможность создать условия, ну, будем говорить, в каждом селе». «Это сами их варили или покупные?» «Покупные? Покупные. Вот. И я, вот честно сказать, вот, ну, как-то, наша задача создать условия. Понятно, что будет ребенок, не будет, но если это есть где, есть куда, мне кажется, это очень здорово». Далее информационная группа посетила фельдшерско-куршевский пункт в селе Григорьевке, который построен в рамках национального проекта здравоохранения. «Вода идет, да? Вода идет, канализация работает. Это кабельный кабель, а это процедура. Так, а с мебелью что?» «С мебелью? С мебелью буквально, можно сказать, на следующей неделе мы порешаем вопросы, а вот с оборудованием медицинским, там немножко у нас была задержка вот в этом, но я думаю, что…» «А деньги есть на предприятие?» «Есть». «Деньги есть? То есть чисто техническое?» «Да, чисто техническое выхода, да». «Так, ну я так понимаю, недели две и вы его заёте. И начинаете приёмы и так далее. А на сегодняшний день, вот это всё самое необходимое. Понятно, что дороги всем нужны, понятно, что крутятся парки и так далее. Ну хотя бы первичную помощь, хоть что-то. Это, конечно, незаменимо». Капитальный ремонт Центральной районной больницы Матвеево-Курганского района входит в перечень губернаторских объектов. Срок сдачи – конец этого года. Однако подрядчик не укладывается в срок. «Ну внешне вы увидели, внешне вроде более-менее. Хотя я на внешний вид сильно внимания не обращал. Я посмотрел внутренности. Мало того, что отстают, ну минимум на полгода по графику, качество работы мне не понравилось. И практически нет работников». Подводя итог визита, заместитель губернатора отметил, что если не считать затянувшийся капитальный ремонт Центральной районной больницы, строительные объекты Матвеево-Курганского района оставили хорошее впечатление. «Это недопустимо – затягивание сроков и плохое качество. Но с другой стороны, уже в эту ситуацию попали. Теперь понятно, что мы со своей стороны. Я уже отдельную задачу поставил. Конечно, мы будем контролировать этот момент, потому что люди должны были в конце года уже начать в новом корпусе получать медицинскую помощь. Но это в лучшем случае, наверное, будет к лету следующего года. Это, конечно, плохо. А так впечатление, в принципе, неплохо». В авторник, 25 августа, под председателем Николая Анцева состоялось очередное заседание собрания депутатов Матвеева-Курганского района. Депутаты рассмотрели два вопроса. «Первый вопрос о внесении изменений в решение собрания депутатов о бюджете Матвеева-Курганского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». С докладом выступил заместитель главы заведующей финансовым отделом администрации района Александр Петров. «Данный проект предлагается утвердить доходную часть бюджета в сумме 1,722,630,100 рублей. Расходную часть бюджета в сумме 1,730,294,100 рублей. И дефицит бюджета, оставив его без изменений, в сумме 7,764,000 рублей. В соответствии с соглашением, которое заключено между Министерством финансов и администрацией Матвеев-Курганского района о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Матвеев-Курганского района, 27 января текущего года номер 21-Д, проект решения был направлен на согласование Министерства финансов. Получено положительное заключение Министерства». По второму вопросу выступила ведущий специалист сектора по вопросам муниципальной службы и кадров администрации района Аксинья Кузырева. Развучала информация о подтверждении порядка получения муниципальными служащими разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. «Проект решения выносится в соответствии с областным законом Ростовской области, который был принят 4 августа 2020 года номер 349 ЗС о внесении изменений в статью 12 областного закона муниципальной службы Ростовской области и областной закон о противотействии коррупции в Ростовской области, который был дополнен статьей 13.7 порядок получения муниципальным служащим разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. В соответствии с этой статьей, порядок получения муниципальным служащим разрешения определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Законом устанавливается, что муниципальный служащий вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией за заключением некоторых случаев, установленным законом о муниципальной службе с разрешения представителя-нанимателя. Представленным вам проектом решения собрания депутатов определяется форма заявления служащего, форма журнала регистрации, заявление о сроке рассмотрения, а также порядок рассмотрения заявления. По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения. 16 членов молодежного парламента 6-го созыва при собрании депутатов Матвеево-Курганского района получили удостоверение. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Удостоверение и памятные подарки членам молодежного парламента вручили глава администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский и председатель собрания депутатов глава Матвеево-Курганского района Николай Анцев. Они искренне поздравили ребят и пожелали активной, плодотворной, интересной работы. Вы будете весь год заниматься своими вопросами, которые не разделимы с теми вопросами, которые решает собрание депутатов. Вы, скорее всего, в плане именно молодежной политики и в плане, наверное, пропаганды патриотизма, здорового образа жизни. То есть, все, что считается правильным. Нам предстоит вместе решать, принимать решения, делать какую-то работу, которая позволит вам, прежде всего, и нам, в общем-то, сделать жизнь наших жителей немножко лучше. Перед молодыми политиками стоят серьезные задачи. Ребятам предстоит заниматься разнообразными тематическими проектами, благотворительными акциями. Они будут взаимодействовать с представителями общественных и школьных организаций, привлекая к совместной работе юных жителей района. В этом году СПК «Колхоз Родина» отмечает свое 90-летие. Долгий и сложный путь пройден хозяйством. И сегодня предприятие демонстрирует высокие показатели, как в растеневодстве, так и в животноводстве, являясь передовым в Матвея-Курганском районе. В этом году СПК «Колхоз Родина» отмечает свое 90-летие. За эти годы хозяйство прошло долгий и сложный путь. Сегодня предприятие демонстрирует высокие показатели, как в растеневодстве, так и в животноводстве, являясь передовым в Матвеево-Курганском районе. В последние дни лета работа идет полным ходом. Завершается процесс заготовки силоса, началась уборка масличных культур и подготовка почвы для сева озимых нового урожая. Особое внимание уделяется выращиванию и заготовке кормов для собственного молочного производства, ведь это залог обеспеченности кормами в зимний период и сохранение высоких показателей молочной продуктивности крупного рогатого скота. Кукуруза на силос выращивается на полях укомплектованных системой капельного полива, что обуславливает высокую урожайность и хорошую зеленую массу растений. Уборка осуществляется кормоуборочными комбайнами. Комбайны срезают кукурузу, после чего она попадает в измельчитель. Полученная измельченная силосная масса погружается в прицеп трактора либо кузов грузового автомобиля. Измельченную массу транспортируют и выгружают в так называемые силосные ямы, а также консервируют курганным способом. В колхозе более тысячи дойных коров. Содержатся они без привязи. До двух месяцев после рождения телята живут в комфортных загончиках. За всеми животными наблюдают врачи. Оборудование для дойки регулярно моется и дезинфицируется. После молоко охлаждается, а затем подается на молоковозы для дальнейшей транспортировки на завод. Грамотный и взвешенный подход, внедрение современных технологий содержания, кормления и доения дают свои результаты. Эффективность производства выросла в разы. На улице Гагарина поселка Матвеев-Курган 25 августа отделением ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Матвеево-Курганский совместно с отрядом ЮИД Матвеево-Курганской школы номер один в рамках акции «Внимание, дети!» провели профилактическое мероприятие «Безопасный переход». В рамках акции «Внимание, дети!» отделением ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Матвеево-Курганский совместно с отрядом ЮИД Матвеево-Курганской школы номер один проведено профилактическое мероприятие «Безопасный переход». В рамках этой акции мы будем раздавать листовки, раздавать отличающие элементы и вот рисовать на трафаретах перед пешеходными переходами вот такие надписи. Поможете? С помощью трафарета и специальной краски нанесены предупреждающие надписи «Посмотри по сторонам» и убедись в безопасности перехода. Вблизи места массового пребывания детей на улице Гагарина поселка Матвеев-Курган. Также участникам дорожного движения раздавались памятки и светоотражающие наклейки. Здравствуйте! У нас проходят акции юные инфектора. Внимание, дети! Соблюдайте правила дорожного движения. Вот вам смайлик и памятка. Спасибо! До слева пути вам! Спасибо! Малина является любимой ягодой для многих взрослых и малышей. Разнообразие кулинарной продукции, в основе которой лежит ягода, трудно перечислить. В следующем сюжете мы вас познакомим с фермером из поселка Матвеев-Курган, который выращивает эту ягоду. У каждого человека при слове «малина» появляется какая-то ассоциация, образ которой связан с этой ягодой. Кто-то вспомнит ароматные чаи из листьев и веточек малины, которые заваривала бабушка при простуде. Кто-то подумает о варенье, а кто-то просто представляет лукошко ароматных ягод. В любом случае вкус и аромат ягоды знаком каждому с детства. И большая часть людей скажет, что это их любимая ягода. Мы неспроста стали вам рассказывать об этой ягоде. Так в поселке Матвеев-Курган фермер-собачук Юрий Михайлович стал выращивать семью любимую ягоду. О том, с чего все началось, он поделился с нами. Два года. Как на пенсию с МВД ушел, так и этим и занимался. То есть, а почему вы выбрали именно малины? Ну, скажем, потому что у нас земли мало, допустим, в наших чем занимаются? Вот выращивать зерно. А у нашего хозяйства земли мало, чтобы заниматься какими-то такими культурами. Решили попробовать себя вот в этом. На сегодняшний день полным ходом идет сбор урожая. И, как рассказывает Юрий Михайлович, они ждут каждого желающего, кто хочет полакомиться вкусной ягодой и при этом заработать. Это химбаток. Это английский сорт. Как бы так кажется его немножко, но вот если начнешь убирать, видите, ягода крупная. Ну, если вам интересно, вот ягода такого плана, да, ну, крупненькая. Ну, вот эта где-то будет 6 грамм. Вот такая. 7 грамм. Вот. 10 штук собрал уже. Представьте, да? Уже хорошо, да. Юрий Михайлович рассказал нам, что к ним приходят даже целыми семьями. Детям очень нравится собирать невероятно вкусную сладкую ягоду, которую можно потом приобрести по цене нижезакупочной. А всю необходимую информацию вы можете узнать по номеру, указанному на экране. На прошлой неделе состоялся восьмой тур чемпионата Матвиво-Курганского района по футболу. Мы предлагаем вам обзор одного матча прошедшего тура. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok